Добрый день, уважаемые коллеги! К тому же, как известно, противоопухолевое лечение сопряжено со значительными метаболическими нарушениями, в частности, белково-энергетической недостаточностью и трофеологическими нарушениями, которые негативно влияют не только на общий статус онкологического пациента, но и на показатели общей выживаемости. Доказано, что нутритивная недостаточность и саркопения являются неблагоприятными, предиктивными и прогностическими факторами результатов лечения онкологических пациентов. У пациентов с нутритивной недостаточностью чаще возникают осложнения на фоне противоопухолевого лечения, а также показатели общей выживаемости у них значимо ниже. При проведении химиотерапии солидных опухолей и при высокодозной химиотерапии с трансплантацией костного мозга можно выявить много факторов, негативно влияющих на питание и нутритивный статус пациента. Основными звеньями в патогенезе этого состояния являются синдром гиперметаболизма, гиперкатаболизма, синдром кишечной недостаточности и синдром анорексии кахексии, в основе которых лежит сложная многоступенчатая система биохимических каскадов с увеличением протеолиза, липолиза, глюконеокинеза и свободно-радикального окисления. В ответ на повреждающий фактор, которым выступает опухолевый процесс, развивается синдром неспецифической острой системной воспалительной реакции. Таким образом создаются условия, в которых происходит резкое возрастание потребности организма в донаторах энергии, и при всем этом возникает толерантность к экзогенному введению питательных веществ. Важным состоянием, которое развивается у онкологических пациентов в связи с нутритивной недостаточностью, является и саркопения. Результаты множества исследований показали, что наличие саркопении до начала лечения и развитие ее вследствие терапии были определены как независимые предикторы более низкой общей выживаемости пациентов при оперативном, лекарственном и лучевом лечении. Также в исследованиях было показано, что проведение противоопухолевого лечения ассоциировано с развитием и нарастанием явлений нутритивной недостаточности и саркопении, что говорит об их взаимном отягощении. Важно отметить, что существует такое понятие, как саркопеническое ожирение, которое подразумевает снижение мышечной массы тела при визуальном сохранении нормальной или даже избыточной массы тела. Доказано, что саркопеническое ожирение связано с наиболее худшим прогнозом у онкологических пациентов. Именно поэтому так важно проводить скрининг нутритивной недостаточности. Оценка нутритивного статуса для всех онкологических пациентов должна начинаться вместе с диагностикой и повторяться каждый визит к онкологу на любом уровне, от амбулаторного до федеральных центров. Своевременное выявление пациентов из группы риска нарушения питательного статуса позволяет защитить больного от прогрессирующей потери массы тела и развития рефрактерной кофексии. С этой целью можно использовать опросники, антропометрические и лабораторные показатели. Коррекция нутритивных нарушений является неотъемлемой частью программы реабилитации онкологических пациентов, целью которой является повышение качества жизни и достижение более высоких результатов лечения. Согласно алгоритму реабилитации онкологических пациентов, скрининг и коррекция нутритивного статуса должны начинаться с этапа предреабилитации, то есть с момента постановки диагноза. Необходимость коррекции нутритивных нарушений закреплена в клинических рекомендациях, как в зарубежных, так и в отечественных. В России первые клинические рекомендации стали доступны еще в 2013 году. Из 2020 года рекомендации по нутритивной поддержке включены в рекомендации Ассоциации онкологов России и Минздрава по всем без исключения локализациям злокачественных новообразований. Наш центр имеет собственный положительный опыт в проведении нутритивной поддержки на фоне лекарственного противоопухолеволечения. На базе МИДС онкологии имени Петрова было проведено исследование, целью которого стало повышение эффективности неодеванного лекарственного противоопухолеволечения пациентов с местно распространенным раком желудка путем разработки оптимального алгоритма диагностики и коррекции нарушений нутритивного статуса. Дизайн исследования предполагал оценку нутритивного статуса пациентов с местно распространенным раком желудка и проведение нутритивной поддержки в группе наблюдения на протяжении всего периода специализированного противоопухолеволечения, включая переоперационную химиотерапию и этап хирургического лечения. В исследование были включены данные о 200 пациентах с верифицированным местно распространенным раком желудка, из которых 100 пациентам с 2018 по 2020 год проводилась нутритивная метаболическая терапия по индивидуальной программе, которая реализовывалась в процессе комплексного лечения, начиная с этапа неодевантной химиотерапии. В группу исторического контроля были включены данные о 100 пациентах, которым проводилась только неодевантная химиотерапия в период с 2013 по 2018 год. При анализе полученных данных было отмечено, что частота развития гематологических и негематологических осложнений в группе с нутритивной поддержкой статистически значимо ниже, чем в группе без нее, что достоверно демонстрирует улучшение переносимости неодевантной химиотерапии. При оценке клинической эффективности после завершения этапа неодевантной химиотерапии в группе нутритивной поддержки у пациентов, у которых до начала лечения имелись нарушения нутритивного статуса, частичный регресс был зарегистрирован в 52% случаев в группе исторического контроля у пациентов с нутритивной недостаточностью в 28%. Стоит отметить, что достоверных различий в клинической эффективности у пациентов, исходно не имевших признаков нутритивной недостаточности, не было обнаружено. Сравнительный анализ двухлетней бессобытийной выживаемости показал, что в группе нутритивной поддержки двухлетняя бессобытийная выживаемость составила 77% против 64% в группе исторического контроля, что говорит о значимом влиянии проведения нутритивной поддержки на отдельные результаты лечения. При анализе показателей двухлетней бессобытийной выживаемости у больных местно распространенным раком желудка в зависимости от нутритивного статуса были получены результаты, которые свидетельствуют о том, что самые низкие показатели бессобытийной выживаемости продемонстрировала под группу пациентов, исходно имеющих признаки нутритивной недостаточности и которым не проводилась нутритивная поддержка. В настоящее время не существует общепринятых рекомендаций по нутритивной поддержке у гематологических больных, которым проводилась высокодозная химиотерапия с последующей аутотрансплантацией гемопоэтических клеток. Также недостаточно данных о влиянии нутритивной поддержки на время приживления трансплантата и восстановления гемопоэза. На базе МИДС Петрова было проведено еще одно исследование, целью которого было изучение влияния комбинированной нутритивной поддержки на исход лечения при проведении высокодозной химиотерапии с трансплантацией аутологичных стволовых кровотворных клеток у пациентов с лимфомой Ходжкина. В группе эксперимента 70 пациентов получали комбинированное энтеральное и парантеральное питание, тогда как в группе контроля пациенты получали питание только парантеральным путем. Группа пациентов были сопоставимы основным характеристикам. Результаты исследования показали, что применение комбинированной нутритивной поддержки с использованием энтерального и парантерального питания не влияет на время приживления трансплантата и время восстановления гемопоэза по сравнению с проведением только парентерального питания у пациентов с лимфомой Ходжкина при проведении высокодозной химиотерапии с трансплантацией аутологичных стволовых кровотворных клеток. Комбинированная нутритивная поддержка снижает риск развития мукозитов тяжелой степени, колита, а также снижает необходимость у пациентов в установке назогастрального зонда. По результатам исследования были получены данные о том, что комбинированная нутритивная поддержка не влияет на бессобытийную выживаемость и общую выживаемость у пациентов с лимфомой Ходжкина при проведении высокодозной химиотерапии с последующей трансплантацией аутологичных стволовых кровотворных клеток. В заключении своего выступления хотелось бы еще раз остановиться на самых важных моментах, которые касаются проведения нутритивной поддержки при лечении онкологических и гематологических пациентов. В первую очередь необходимо подчеркнуть то, что оценка нутритивного статуса и риска развития нутритивной недостаточности должна проводиться, начиная с этапа первичной диагностики с целью своевременной и адекватной коррекции имеющихся у пациента на нарушение нутритивного статуса. Онкологическим пациентам необходима питательная поддержка в течение всего периода специализированного противоопухолевлечения с учетом своевременной комплексной оценки нутритивного статуса. Проведение рутинной нутритивно-метаболической терапии на фоне противоопухолевлечения опосредованно позволяет достигать объективного ответа с сохранением умеренного профиля осложнений у пациентов с солидными новообразованиями. И энтеральное питание – это предпочтительный способ нутритивной поддержки. Коллеги, теперь позвольте задать вам такой общий теоретический вопрос. Вопрос. Какой из предложенных синдромов лежит в основе патогенеза нутритивной недостаточности? Вариант А – диспептический синдром, Вариант Б – синдром кишечной недостаточности, С – констипационный синдром, и Д – если у вас есть что-то другое предложить для ответа на данный вопрос. Кто-либо готов ответить на этот вопрос? А вы всех, у нас за каждым столом есть карточки. Каждый стол может, все-таки мы очень просим выразить свое мнение. Ну, давайте начнем со стола 3. Готовы ли вы ответить? Вариант С – констипационный синдром. Интересный выбор для патогенеза нутритивной недостаточности, конечно. Не вижу номер стола, но стол номер 4 ответил вариант А, так же, как и коллеги за шестым столом, и за вторым столом. Диспептический синдром – отчасти это причина развития нутритивной недостаточности, но не звено патогенеза этого состояния. Стол номер 5 выбрал ответ Б, и с коллегами за этим столом я соглашусь. Да, этот вопрос мы также задали искусственному интеллекту, и давайте посмотрим, что ответила нейросеть. Если можно, помогите нам включить звук. Правильный ответ – Би-синдром кишечной недостаточности. Варианты А, Си и Ди не являются синдромами, лежащими в основе патогенеза нутритивной недостаточности. Отвечу более широко на этот вопрос. Синдром кишечной недостаточности в том числе включает в себя и диспептический синдром, и констипационный. В общем-то да, но звеном патогенеза является именно синдром кишечной недостаточности, но не другие. Нейросеть обучена и знает ответ на этот вопрос. Коллеги, есть ли вопросы у кого-нибудь? На самом деле, мы все занимаемся такими мудрыми вещами, сложные схемы, с трудным названием препаратов, но ведь правильность лечения, вовремя принято лечение, и на достаточном фоне самого пациента, проведенное лечение, как раз и обеспечивает успех нашей работы. Надежда Александровна представила работу, мы ее уже несколько лет представляем, ну, в том или ином виде, да, это же работа нашего МИДС, и когда она первый раз рассказывала среди хирургов, было полное непонимание. Мы оперируем, поэтому больные живут. То есть вот это вот, понимаете, момент, что пациента можно не в том состоянии прооперировать, не в готовом, упустить сроки и так далее, вот это тоже нужно понимать. Поэтому мы все чаще и чаще стали говорить о необходимости, так звучит сопроводительная терапия, а на самом деле попробуйте без нее полечить. Ну вот если, да, спасибо. Татьяна Юрьевна? Да, и я еще тоже хотела обратить ваше внимание, и потом попрошу прокомментировать Надежду Александровну. У нас, если задуматься, вот в кишечном тракте, в желудочно-кишечном тракте, живет более трех килограмм бактерий. И кишечные микробиоты занимают колоссальное значение в жизни любого человека, включая и онкологических больных. Там действительно очень сложный процесс. Недаром именно кишечная недостаточность. Запускается именно этот процесс. Но вот я еще хотела обратить ваше внимание, и Надежда Александровна, на этом на слайдах было показано, но она не обратила внимания. Одно дело понятное, когда мы корректируем нутритивную недостаточность. Но у вас ведь были пациенты без нутритивной недостаточности, они тоже получали нутритивную поддержку. Ведь высокая нагрузка на фоне проводимой химиотерапии, которая сама по себе приводит к белковым потерям. Так у этих пациентов, как у них отразились показатели безрецидивной и общей выживаемости? Это крайне выживаемости без прогрессирования. Те, кто не имел нутритивную недостаточность, но они получали нутритивную поддержку. Благодарю за вопрос, Татьяна Юрьевна. Действительно, эти пациенты, которые изначально не имели признаков нутритивной недостаточности, но которым проводилась нутритивная поддержка в рутине, показали наиболее высокие показатели как по бессобытийной выживаемости двухлетней, так и по остальным оцениваемым параметрам. Связано это с тем, что само проведение агрессивного противоопухолевлечения, оно приводит к развитию нутритивной недостаточности, и, соответственно, мы ядрогенно этих пациентов вводим в состояние нутритивной недостаточности, и, соответственно, получаем более худшие результаты, если мы не проводим профилактическую нутритивную поддержку. Антон Владимирович, готов прокомментировать как-то этот вопрос, если Вы еще с нами? Но я пока вот, если не с нами, я еще хотела обратить внимание, вот Елена Викторовна не зря подняла вопрос, что нутритивная недостаточность, первое, повышает вероятность фибрильной нетропении, второе, удлиняет период послеоперационного восстановления больных, а ее адекватное проведение снижает послеоперационных осложнений, снижает частоту развития анемии, в патогенезе которой белковая недостаточность тоже имеет большое значение. И не говоря о том, что мы снижаем вероятность острой токсичности, кроме того, мы улучшаем отдаленные онкологические результаты, то есть то, что говорила Елена Викторовна, мы задумываемся о космосе иммунотерапии, мы задумываемся о космосе химиотерапии, мы вкладываем огромные деньги, а то, что у нас на поверхности лежит возможность, то есть мы привыкли влиять на опухоль, а забываем о микроокружении, так как микрокосмос, макрокосмосе самого пациента. Поэтому в ряде случаев вот этот пациент-ориентированный подход, коррекция сопроводительной, коррекция осложнений играет порой даже большее значение, чем все остальное. А, собственно, может быть, Инна Владимировна хотела бы прокомментировать. Я хотела сказать, что все очень четко заметили, насколько это важно на сегодняшний день, нутритивная поддержка, и спасибо большое, что вы ей занимаетесь. У меня вопрос к вам. Вот эти пациенты, которые получали наодиантную терапию с локализацией, на месте распространенного рака желудка, у нас же проблема сейчас, и в Санкт-Петербурге она до сих пор решена только для трех локализаций рак пищевода, рака желудка, опухоли головы и шеи. Я знаю, что коллеги в Москве с нами делились, что у них вообще нет. Проблема в чем? В бесплатном обеспечении еще этих больных, да? То есть мы можем с вами грамотно подойти к вопросу этой нутритивной поддержки, но, к сожалению, есть большие сложности с обеспечением. И мы понимаем, что цена вопроса достаточно большая, да? И не каждый пациент может себе позволить. Поэтому, наверное, решать вопрос и правильного назначения, и подхода, и, как мы говорим, как только мы встречаемся с пациентом на амбулаторном звене, сразу подбирать ему эту нутритивную поддержку, но решать вопрос, конечно, с доступностью этой поддержки. Да, я полностью согласна. И буквально вот еще хотелось бы сказать, что это либо... У нас очень сложно. Мы решаем, вы правильно сказали, возможно, нутритивного обеспечивания. Так или иначе учреждение может решить. А сейчас поднимается вопрос, то, что вот есть у нас, соответственно, нарушение функции, это нутритивная недостаточность, и вложить как раз-таки вот в тот тариф для реабилитации, именно что пациент, когда выписывается, он мог бы, условно говоря, либо в отделениях реабилитации по соответствующему тарифу, там как раз-таки они... у них там две недели или недели, у них раньше не получается, обеспечивать пациенту в рамках мультидисциплинарной реабилитации, и в том числе нутритивной поддержки. Это крайне важно, и пока мы сами вот для себя не поймем, мы же все понимаем, для химиотерапии важно, нам важно так или иначе профилактировать нутритивную... фибрильную нитропинию, а то, что мы можем влиять на... снижать частоту фибрильной нитропинии, обеспечив нутритивную поддержку, это тоже крайне важно, что дешевле или что дороже. Тут уже надо, конечно же, считать, хотя это все уже даже посчитано. Посчитано, на самом деле, для того, чтобы добиться денег, нужно убедить, да, тех, кто эти деньги держит, а для этого нам самим себя надо убедить, нам самим надо быть уверенными в том, что мы хотим и делаем. Татьяна Юрьевна? Вот, мы вас услышали. Да, Антон Владимирович? Мы вот как раз хотели с вас начать, но вы вот, да, сейчас только подключились. Нет, нет, я все слышал. На самом деле, вот. Я согласен с многими аспектами. Единственное только, конечно, синдром кишечной недостаточности, он в основе патогенеза, синдром в основе патогенеза, нутритивной царствии. Ну, вот можно поспорить, почему? Потому что первично может запуститься ведь и воспаление, и цитокиновый механизм, который приведет вначале к анорексии, а потом к кишечной недостаточно. Поэтому у онкологических пациентов это всегда большая проблема, что первично, что вторично. Но это такой уже философский вопрос. Во-первых, мне очень понравилась сама работа. Почему? Потому что в свое время мы проводили исследование с медовым питанием на фоне генетерапии. Мы получили только количественный тренд на уменьшение гематологических осложнений, в частности, снижение частоты нитропинии и анемии. Но статистической достоверности мы не получили. Мне очень приятно видеть, что в работе получили достоверность по этим осложнениям. Почему? Потому что даже в мировой литературе таких данных, их, по-моему, и нет. Поэтому это очень-очень важно именно еще и для химиотерапевтов. Почему? Потому что, по сути дела, очень часто химиотерапевты могут догнать последний вагон уходящего поезда, а не проводить профилактику. Поэтому вот это такие аспекты, на которых я хотел остановиться. По поводу обеспечения. Сейчас даже есть программы у самих производителей, ну, к сожалению, зарубежных, опять не российских, по бесплатному обеспечению энтеральным питанием. Поэтому, в принципе, это все вещи-таки достаточно решаемые. И даже пока не получили мы тариф по реабилитации. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...